Следующее, что нам нужно сделать, это вот такой вот стеллаж. Давайте удалим уже вот этот габаритный бокс. Хотя нет, давайте его оставим. Просто введем другие размеры. Наш стул, мы его сгруппируем в один объект. Мы весь выделим. Групп, групп. Вот, это у нас стул отдельным объектом. И спрячем все, кроме нашего бокса габаритного. Поставим его в центр. И давайте начнем. Хотя нет, все-таки нам не нужен этот бокс. Создаем новый. И вводим его в габариты. Ширина 80, глубина 28, высота 202. Да, и везде по нолику нужно добавить. Вот у нас получился, получились наши габариты. Поставим в центр сцены. Посмотрим еще раз. Возьмем на глаз вот этот вот соцступ, допустим, 10 см. Конвертируем наш бокс в editable poly. Переходим в режим граней. И применяем инструмент... Выделяем грани вертикальные и применяем инструмент connect. Нам нужна одна грань. Нажимаем ok. Высоту вводим 100 мм, то есть 10 см. То есть она у нас сейчас расположилась на высоте 10 см. Теперь нам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять перегородок. На фотографии они находятся на одинаковом расстоянии. Поэтому сделаем их тоже на одинаковом расстоянии. Опять... Опять применяем инструмент connect. И здесь делаем пять перегородок. Разбиваем желательно на пять частей все полигоны. Так геометрия получится более правильной. Теперь переходим в режим полигонов. Выделяем все вот эти полигоны, которые у нас получились. Передние, только с одной стороны. И применяем к ним модификатор... Ой, не тот. Inset. Inset, он как бы создает полигон внутри полигона. Но нам нужно, чтобы у нас получилось не несколько полигонов внутри других старых, а нужно, чтобы внутри каждого полигона получился новый полигон. Поэтому вот здесь сверху выбираем не групп, а бай полигон вариант. И, соответственно, здесь мы вводим отступ, ширину нашей стенки. Ну, допустим, это будет полтора сантиметра. То есть, 15 миллиметров. И нажимаем ОК. Да, примерно это так. Теперь нажимаем Extrude. И вводим отрицательное значение. Глубина у нас 28 сантиметров. Ну, значит, 27. 270 видим, допустим. Теперь, что мы видим? То, что перегородки у нас в два раза шире, чем должны быть. Вот эта перегородка все правильно, 15 миллиметров. Поменять ширину достаточно просто. Выделяем вот эти вот два полигончика. Зажатым Ctrl переходим в режим Точек. Зажатым Ctrl в режим Точек. И включаем привязку. Да, процентную. В плане масштаба. И начинаем масштабировать только по оси Z. И смотрим внизу. Сейчас 60%. Вот 50. Уменьшаем ровно в два раза. То есть, до 50%. Вот здесь вот. Точно то же самое проделываем со следующими полками. Выделяем два полигона. С Ctrl переходим в точки. И масштабируем на 50%. Вот здесь я все отмасштабировал. Теперь у нас они одинаковые, все эти полочки. Как вы видите. Давайте сделаем вот такой вот углубленец внизу. Для этого нам понадобится также инструмент Inset. Вот этот полигон мы с вами удалим. И этот полигон мы с вами удалим. Просто их выделяем и нажимаем Delete. Вот этот полигон мы поставим на высоту 0. То есть, он будет у нас в 0. Теперь выделяем вот этот полигон. И экструдом вдавливаем его вонутрь. Вот что у нас получилось. Только не так глубоко. На глаз это примерно 3 сантиметра. И образовавшийся снизу полигон тоже удаляем. Теперь вот эту вот полочку нам тоже нужно сжать, судя по картинке. Тем же методом. Осталось только залатать дно. Тут есть два варианта. Но самый простой это Cup. Таким вот образом мы закрыли дно. Можно, конечно, с помощью перейти в полигоны и с помощью Create создать несколько граней. Не граней, а полигонов дополнительных. Но это немножко сложнее. Это нам сейчас не нужно. Вот у нас получилась геометрия полки. Объекты в реальной жизни, они не имеют таких вот прямых, четких, острых граней. Поэтому давайте вот все грани наружные мы с вами сделаем... Немножечко применим к ним чайфер. То есть нам сейчас нужно выделить все грани, которые наружные. То есть вот эту вот грань, например, нам выделять не нужно. Нам нужно только вот это, вот это и вот эти. Сейчас я их все выделю. Итак, вы видите, что я выделил только те грани, которые находятся на углах. Внутренние грани я не выделил. Теперь применим к ним инструмент чайфер. Ну пусть размер фаски будет пара миллиметров. Окей. Ну вот и все. У нас получился такой вот шкафчик. Так. 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 Продолжение следует...